Около полутора тысяч американцев разом, хоп, и стали преступниками, прямо во время вечеринки, но, к счастью, никто и не пострадал. Большая компания людей во время ежегодного заплыва на реке Сан-Клэр, который разделяет штат Мичиган, США, и провинцию Онтарио, Канада, нелегально попали на территорию последней. Дело в том, что из-за сильных ветров их прибило к берегам Канады, и людей оттуда вытаскивали спасатели. Как рассказал представитель канадских спасателей, люди были в ужасе, что пересекли границы без документов, и еще пытались удрать от спасателей. В результате все закончилось хорошо, и всех спасенных отправили обратно уже общественным транспортом. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами самим с ним по поводу некоторых странных и не очень событий последней дней. Но отнешься на что-нибудь интересненькое, скидывай в ней новостной котелок. И с коротенькой, Facebook сегодня любезно всем напоминает о том, что сегодня 25 лет исполняется интернетом. Интернет сильно изменил жизнь в мире, ускорив ее темп, обмен информацией и прочее-прочее. Вот и славненько. А на ледниках Восточной Антарктиды появились тысячи озер, что говорит о том, что они начали таять и в будущем погибнут. Нечто подобное уже наблюдалось на ледниках Гренландии, где те за три года потеряли около триллиона тонн льда. Объемы, которые даже вообразить сложно. Об этом стало известно после того, как специалисты проанализировали метеорологические данные и спутниковые снимки, и обнаружили 7 990 свежих водоемов в районе ледника Ланховда. Далая вода образовала более 800 каналов, которые уходят в глубину континента местами глубже 18 километров. Судя по ледникам Гренландии, это начало конца антарктических ледников. Вода будет подмывать их изнутри и разрушать. Помимо того, что это опасно, вся эта вода будет куда-то течь и что-то топить. Это оказалось неприятным, ведь когда ученые моделировали разные климатические сценарии, такое быстрое таяние ледников Антарктиды как-то никто особо не рассматривал. А это особенно не здорово, потому что на Южном полюсе очень много льда, и ускорение его таяния может очень резко поднять уровень моря. А это, ну, как бы не супер. Ну и паниковать пока рано. Ну а сотрудники пограничного управления ФСБ России нашли в границе с Белоруссией неожиданно недурную дорогу, которая идет в обход пограничных постов. Оказалось, что по ней в России возят санкционные продукты, но что самое интересное, чтобы удобнее было везти, контрабандисты эту дорогу отремонтировали. И неплохо постарались. Некогда простой грунтовой дорожке сделали подсыпку, расширили проезжую часть и организовали карманы и места разворотов. Все для удобства передвижения грузовых автомобилей. Хочешь сделать хорошо? Сделай сам. Теперь дорогу взяли под контроль и остановили уже несколько машин с контрабандными продуктами общей стоимостью 13 миллионов рублей. Но ничего кроме усиленного контроля пограничники предпринять не могут. У них нет полномочий ни рыть канавы, ни ставить барьеры. Ваши мысли? Ну и напоследок, прикольный и красивый эксперимент от инженера-ютубера Марка Робера, который, кстати, в свое время работал в НАСА и большую часть карьеры посвятил марсоходу Curiosity. Тому самому, что сейчас на Красной планете. Как-то Марк задался вопросом, а если прыгнуть в шарики Орбис, это такие шарики из гидрогеля, которые вбирают в себя воду и расширяются, то на сколько в них погрузится тело? Целиком? Наполовину? Или шарики вытолкнут его полностью? Споры с друзьями ни к чему не привели, мнения разделились, и Марк решил проверить это на деле, наполнив шариками целый бассейн, на что у него ушло примерно 25 миллионов Орбис. И вот он в них прыгнул и нырнул весь, хотя предполагал, что шарики должны вытолкнуть его примерно наполовину. Этим видео Марк поделился всего неделю назад, но его уже посмотрели почти 7 миллионов раз, несмотря на то, что подписчиков у него полтора миллиона. Видимо, все рано или поздно задаются этим вопросом. А кто хочет глянуть видосик телеком, но лень гуглить, гон они новости.ру по ссылочке в описании. Заодно не забудьте поделиться своим мнением, насколько вы думали тело погрузится в шарики, да и вообще хотели бы вы сами нырнуть в это разноцветное веселье. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассухина. Подписывайтесь на мой канал и Инстаграм, и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержу.неновости.ру. Спасибо вам. Пока!